всем привет друзья вы на канале iron king а мы в гостях у исмой ила он же мастери смайл м1 для меня и я не знаю наверное у всем будет интересно расскажи пожалуйста вкратце и про беги дега вот эти знаменитые слова на самом деле эти слова были с древних пор их их как бы наши деды можно сказать употребляли в своих каких-то словах да это как бы такая была хвалебная фишка это было наиболее популярно в горных краях нашей страны то есть на если до душам бы это только дошло то это издревле было это горах и однажды мы поехали в сторону так оба и там сидел старичок мы что-то там покупали воду выпили там какие-то вот когда идешь вот сторону перевала и там продают фисташки все остальное что-то что-то старичок сидит губы где гают не понял что за дэк чё заказать смысле и он не объяснил что это как бы о типа габнес типа все хорошо все отлично короче это было косы издревле такой интересный прикольчик наших дедов с древних пор я как можно сказать его возобновил да я заметил в ютюбе ты объявил конкурс да было такое дело то есть это на самом деле такой интересный маркетинговый ход перед тем как выпустить этот трек этот клип мы очень думали как же его раскрутить перед тем как его выпустить и это была идея одного из моих ребят ману чаров про он предложил именно такую идею то есть распиарить именно вот это слово баги дега и мы скинули видос по хэштегу когда я забывал хэштег баги дега именно в только в инстаграме 800 с чем-то было публикации да именно на хэштег баги дега то есть то есть это это как бы не местный только то есть ними зарубежные естественно да то есть нет да это основная целевая аудитория была таджикская но подключился весь мир именно таджики которые жили за границей например чуваки жили в америке они заставили черных ребят танцевать по баги дега и говорит баги дега там кто-то жил в китае а там заставил китайцев как-то сделать то есть такая разношерстная разно национальный шум поднял да прикольно интересная шумиха я понял одну вещь то есть можно придумать одно слово которое цепляет до людей и практически всю песню построить по это слово эту это придумал не я это придумали еще до меня взять тот же самый например gangnam style вся песня непонятно непонятного поганом стал все это хит нашел одно слово которое цепляет и всю песню построил по это слово рэп индустрия к нам я имею ввиду к нам в таджикистан это все как бы пришло в середине 90-х или ошибаюсь да даже не в середине в конце 90-х 90-х середине 90-х не до рэпа было людям понятно там другие игрушки да там другие игрушки окей а знаешь кого-нибудь из первооткрывателей которые были в этом конечно это был гарри джейбе это был сорбон бэдби шавкат северное братство было вообще таджикский рэп зародился с водонасоса я так считаю север потому что оттуда все пришло то есть когда я впервые был пацанчиком они уже где-то в конце ну 97 года уже делали какие-то концерты на 8 марта то есть я ходил туда смотрел на них как-то и как на кумирах прям смотрел очень интересно было за ними наблюдать я тебе больше скажу тогда был рэпчик намного качественнее чем сейчас почему потому что тогда он был настоящим тогда еще люди не знали что такое хайпа как распиариться не делали шоу просто читали о том что есть в их ней в их жизни ну настоящий рэп ну смотри ты в интервью в нью-йорке говоришь о том что молодость и ты писал значит стихи а потом уже понял что есть рэп и перешел на рэп и начал читать то есть чем же чем они отличались от того что то что ты сейчас пишешь да ничем они отличались они были теми же сами самыми стихами которые я сейчас просто единственная разница я не знал как мне использовать свои стихи я писал и писал петь ну у меня я сразу слава богу сразу понял что это не мое у меня нет голоса и с пением как-то я даже не начав завязал с этим да потом подумал может я когда-нибудь выпущу книгу со своими стихами и вот в один прекрасный день когда я услышал как подбит люди разговаривают то есть те же самые стихи и просто открыл свою тетрадку стихов и начал также подбит читать эти здесь стихи и у меня такое озарение вау эврика вот она кажется что по поводу того что рыб который был раньше да сейчас он немножко отличается как ты думаешь если бы тупак шакур один из скажем король рэпа да если бы он сейчас был вот в этой сфере чтобы он сказал он бы сказал это бизнес детка и ничего лишнего я думаю почему потому что то есть в тот день когда рэп музыка превратилась в коммерцию когда начала монетизироваться уже сами рэперы начали подстраиваться под моду то есть невозможно винить наших рэперов в том чтобы они пошли по вене по вене моды да и начали делать то что сейчас модно невозможно их в это видеть потому что это пошло с той же самой америки то есть и те же самые американские рэперы да вот старый снудок доктор дре все остальные которые раньше читали только тру как говорится на только правду жизнь улице все остальное сейчас перешли в танцевальную музыку делает то что продается я думаю что если бы до сих пор был бы жив тупак он бы начал делать такую же музыку которая сейчас модно просто делал бы деньги это работа а что ты скажешь насчет мема да вот который крутится сейчас в интернете да везде то что девушки перестаньте бросать своих парней рэперов слишком много но это это практика реально применимо к именно к таджийскому рэпу потому что такого плана музыки очень много именно в таджийскому и даже в этом невозможно их винить знаешь почему мы слабые в любви нет 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 а смотри а а легче всего передать стихами любовь легче всего взаимно что все это чувствовал легче всего войти в душу человека любовью песни про любовь почему потому что то песня может стать хитом в которой человек находит самого себя понимаешь до фишку то есть все любили и все любят и когда любой человек слушает песню про любовь он хочешь не хочешь какой-то строчке себя находит у меня была такая же тема у меня была такая же фишка понимаешь и очень легко песнями прославиться именно песнями про любовь это модно это быстрее всего ты завоюсь публику именно какую публику именно подростковую публику который только понимает что такое любовь только приходит к отношениям и сложнее всего писать правду вот не каждый сможет писать то что видит своими глазами про любовь это правда смысле ну то что про любовь они пишут это правда но он же любил чувак он же чувствовал это это правда да но он мало и заряд мало кто из рэперов может могут описать жизнь жизненную ситуацию например увидел сирота на улице вот мало людей с таким талантом кто сможет описать жизнь этого сирота и передать это в песню это очень сложно это практически ну единицы могут это сделать я делаю песни до примеру песня матудиком эта песня про то что было у нас неприятные ситуации была гражданская война и все остальное его поняли и приняли люди моего возраста мою и твое поколение те кто росли тогда а в новое поколение вообще не поняла эту песню о чем он смысле в год мог себе позволить один сникерс это как это доступно то есть я могу себе купить сникерс а почему он целый год носил одну рубашку еще бомж сейчас что сейчас стоит купить себе рубашку да но тогда это было сложно те кто росли тогда и зацепила эта песня она вошла в их души те кто растут сейчас они не поняли эту песню знаю что ты активно занимаешься спортом первый вопрос по поводу под какой как по такую музыку какие треки ты тренируешься бегаешь на самом деле я очень благодарен богу что он как-то привел что ли внутри меня вот это чувство когда хочется заниматься спортом и когда ты занимаешься спортом если честно лет до 25 я практически не занимался спортом для меня это было как-то знаешь уличная фраза же есть мариха маш мать ну то есть я просто немножко такими уличными понятиями потому что но у нас было так то есть тупые качки там а спортсмен свою жизнь теряет лучше там что-то замутить как-то сделать а спорт спортом но слава богу что до меня дошло что спорт это неотъемлемая часть жизни если ты хочешь чего-то добиваться хочешь быть здоровым вообще спорт он меня сделал у меня была самая большая слабость моей жизни не слабость и самый большой минус да это лень лень губила все во мне весь мой талант все остальное да и проспался утром блин столько делай завтра сделаю проспаться на следующий день что там песни надо написать до послезавтра сделала и так откладывал откладывал но спорт сделал меня очень дисциплинированным например несколько лет назад я бы себе и представить не мог что я могу стать сука это вырасти да нет нормально нормально что я могу встать с утра в шесть часов утра одеться целый день работать вечером пойти на тренировку после тренировки пойти на студию столько дел сделает если мне несколько лет назад это сказали я бы сказал что с ума сошли это не для меня я не могу так жить да почему опять же эти слова которые на улице там то нет нет дело не в этих словах просто я был ленивым шутка ленивым человеком не было лень много дел в день сделать я думал в день вот встал там один раз пошел на студию ну написал 20-30 строк этого она фото больше чем нужно и мой день на этом закончился а сейчас я понимаю что столько лет своего времени я зря терял потому что за день можно было сделать 10 дел а я не жалю вернулся не то что вернулся пришел в такой нет нет я наоборот я же говорю я благодарю бога что у меня наконец-то пришло такое прозрение и во многом именно спорт именно спорт мне дал такую мотивацию и сделал меня намного сильнее не не только физическом но и в духовном моральном плане поэтому спорт это кайф под какую музыку я бегаю на самом деле меня качает трэп мне кажется трэп музыка она создана для того чтобы ты двигался что-то сделал потому что это качает и поэтому в основном трэп музыка стиль ты был одно время в москве был правда что ты работал настройки чтобы оплатить свою учебу когда ты учился даже это еще до того было то есть это был 2001 год я заканчиваю девятый класс и передо мной стоят такая вещь то есть учиться дальше либо как-то поднимать семью потому что мне было как-то не по себе потому что вся моя семья работала все поднимались ног а я уже в девятом классе не хотел себя чувствовать обуза и хотел тоже приносить какую-то пользу поэтому как-то сам для себя я до сих пор в шоке как меня вообще отпустили в девятом классе по идее я полетел на месяц к брату проведет братом так получилось что я на три года там остался и реально до отучился а отучился до три года я был в москве 2001 по 2004 я работал на стройке мне к я ни о чем не жалею если еще раз я я бы начал было возможность начать свою жизнь я бы снова бы прожил ее именно так потому что закалила меня очень сильно дала к это стержень работал на стройке откладывал деньги для того чтобы учиться всегда меня музыка привлекала я отучился на диджея честно скажу на стройке я работал недолго максимум где-то год когда я отучился на диджея уже стал как профессиональный диджей я уже начал работать в клубах диджеем сколько тебе обошлось учеба например 60 тысяч рублей тогда 60 тысяч рублей это были как сейчас наверное 6 штук баксов где-то так собирал эти деньги год учился тоже год до твой самый дорогой вечер то есть тебя заказали и сколько заплатили мой самый дорогой вечер именно в те года ты имеешь ввиду да именно в те года самый дорогой вечер был где-то 10 тысяч рублей для диджея сейчас налоговая тебя не смотрит брат условно по свадьбам не хожу на корпоративы не соглашаюсь иду только на правительственные концерты где за спасибо на организацию концертов все начинается от 5000 зелень так где-то так на самом деле да я согласен что может быть для кого-то это недоступно но как вам объяснить лучше это а мой труд и для меня лучше 1 2 выступления в год чем каждый день бегать по выступлениям и собирать гроши как-то так и смыла сколько уходит у тебя времени и денег на один клип времени и денег на один клип самый дорогой самый дорогой десятка где-то зелени десятка зелени клип стоит недорого дорого стоит об аренда оборудования специального ну это совокупно то есть в общем где-то десятку пятихатку внутри самое минимум нас в стране это у нас за границы это это отдельная тема до за границей такие такую сумму берут только за монтаж твоего клипа сколько ты в бухал свою студию сколько в бухал больше 30 это точно зелени да у меня только одна колонка стоит три с половиной тысячи долларов это адамы a77x можете проверить google и одна колонка стоит три две колонки 6 и вот так идет то есть я купил минимальное оборудование но очень качественное и по очень дорогой цене кто-то предпочитает купить просто комп минимум микрофон за 300 400 долларов и записывать да то есть проблем нету потому что в таджикистане у нас за качество особо не борются но я как бы для себя для самого себя потому что мне уже как-то не в кайф делать слушать некачественного себя поэтому я сделал акцент на качество это не жалеешь нет конечно не жалею ты знаешь какой как когда ты себя слышишь и европейская фирма почти практически не отличается от качества которые делаешь ты то есть это то к чему идет любой артист это тоже самое вот ты например любишь гонять на тачках и твоя мечта это знаешь вот я хоть есть крутая тачка но у тебя мечта там bugatti и ты сел на bugatti такой же кайф он сразу ты сейчас доволен тем что у тебя bugatti вот здесь вообще полностью по поводу кайфа можно ли сравнить то что ты делаешь да читаешь там пишешь вот этот кайф с травкой не 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 травка лучше нет нет травка не может быть лучше брат музыка это смысл жизни в твоем снимаешь в моем случае поэтому она никак не сопоставима и не сравнима с какими-то другими наркотиками здесь ты вкладываешь свою душу и ты получаешь какой-то душевный кайф то о чем говоришь ты она тебе дает психологический кайф поэтому это абсолютно несравнимая вещь три лучших по-твоему вида спорта футбол какой же ты банальный брат мой ну что братан почему футбол лучше один из лучших видов спорта потому что он может тебя обеспечить если ты грамотно играешь футбол но для меня всегда на первом месте это мм и это смешанное единоборство ну вот я знаю лучшее в каком смысле для тебя вот для меня смешанные наборы на первом месте сто пудов потому что не знаю я кайфую от этого я смотрю это это кайф и когда я становлюсь одним из организаторов того что происходит например смешанных единоборствах это непередаваемое ощущение да на втором месте извини за банальность на футбол на елки-палки ну один из лучших видов спорта извини не могу нас не могу сказать бодибилдинг почему ради бога это самый неблагодарный вид спорта это бодибилдинг но это самый трудовой почему потому что например в смешанных единоборствах или в футболе ты можешь себе дать паузу месяц-два вернешься дальше тренируешься а здесь такая тема ты занимаешься занимаешься ты заболел либо тебя месяц нету и все что ты добился все чего ты добился за целый год пропадает понимаешь то есть вот бодибилдинге именно крутость в том что ты должен отдаваться полностью и навсегда и на всю жизнь но именно бодибилдинг не сделал мой тайм менеджмент почему потому что бодибилдинг требует постоянства бро если в бодибилдинге нет постоянства не добьешься никаких результатов так и в жизни понимаешь именно из всех видов спорта именно бодибилдинг во мне привел вот это убило мою лень можно сказать буквально там как как правильно сказать один бит пару бит мы можем что-то сейчас быстренько накидать да конечно в этом нет никаких проблем посмотри в чем плюс современной студии если раньше для того чтобы сделать качественный бит нужен нужен был гитарист барабанщик я не знаю клавишник вся группа то сейчас все это вот этот инструмент он может решить делать отвечать за все с ним можно делать и биты и пианино и гитара и басы и голос и все что хочешь ты сейчас нуля может что-то собрать да дальше уже вся твоя фантазия естественно записываем бас и бас естественно записываем бас записали бас и потом уже можем добавить скрипочку все бит готов можно все включить и сколько у тебя времени уходит что ты сейчас сделал ну когда как знаешь это все на самом деле творчество это такая вещь реально все зависит от музы музыка какая-то . иногда бывает что тебя прет а иногда бывает что ты неделями сидишь и ничего грамотного не можешь сделать то есть ты делаешь ты не нравится делаешь тебе нравится а иногда бывают так сядешь и за 30 минут ты напишешь супер хит многие пытаются в наркотиках в алкоголе найти музу из-за этого очень много талантливых людей уходят из жизни из-за этого очень много талантливых людей а вот если ты заметил вообще в творчестве мировом да есть очень много людей которые резко взлетают хит он знаменит и потому куда-то пропадает то есть именно почему многие становятся наркоманами алкоголиками это все из-за того что они гонятся за музой они ищут вдохновение в алкоголе в наркотиках в чем-то да возможно в начале это все дает тебе вдохновение но как только ты на всю эту хрень подсаживаешься как творческий как артист ты умираешь полностью ты не думаешь что это слабость это слабость это слабость это слабость человека но понимаешь люди думают что если ты творческий вот какой стереотип творческого человека артиста он дует травку он пьет бухает ведет кайфовый образ жизни вот про меня на самом деле все так думают то есть есть творческий ты именно такой да то есть друзья я не отрицаю что естественно в молодости у меня тоже был такой стереотип рэперов я думал что да я только в этом вижу да вот это круто вот если я буду например курить травку значит я буду делать крутые треки но я понял одно никогда нельзя совмещать кайф с работой для меня моя музыка эта работа я всегда в полном здравии в трезвости делаю музыку на всех своих выступлениях я полностью трезво не употребляю ничего и никогда потому что я всегда должен быть в чувстве я всегда должен адекватно оценивать свою музыку и то что я делаю когда последний раз пил когда последний раз пил или курил на травку о курил уже не помню давно это было на самом деле вообще не помню хоть убей меня да это молодые годы были пил честно скажу 31 декабря новый год спорт тебе как-то помогает музыке естественно спорт очень круто помогает музыке почему потому что когда а когда я занимаюсь спортом я слушаю музыку ну в другое время как-то времени нет или вообще не по кайфу до слушать музыку б спорт улучшает мою дыхательную систему именно для рэпа именно для хип-хопа дыхалка очень важно потому что ты зачитываешь длинные строки нужно знать где ты дышишь и где ты перестаешь дышать то есть в этом плане у меня мне говорят вообще у тебя отдыхал какая-то железная именно благодаря спорту я развил свою моторику до такой степени что я сейчас могу час-полтора например выступать на сцене плюс выносливость естественно когда ты выступаешь на сцене даешь концерты и в живую читаешь то есть выносливость очень сильно нужно я например после 20 минут выступления потею так и у настолько сильно отдаю всю свою энергию народу что такое чувство что я день просто колбасил в спортзале и спорт очень помогает в этом плане на чем сейчас работа сейчас на самом деле работаю на кроме твоего до основной работы именно до музыкальную часть сейчас на самом деле работы над альбомом который я никак не закончил уже два года почему я не знаю столько записанных треков больше 30 треков я все выбираю какую сделать какая-то недоделанная какая-то доделанная работа именно над этим плюс сейчас работаю над тем чтобы дай бог ближе к лету провести большой кастинг который будет называться five star выбрать пятерых очень талантливых людей и уже передавать если я понял одно если у меня есть возможность помогать кому-то именно в творческом плане но у меня такого не было к сожалению и я думаю что если бог мне дал это все то я должен обязательно делиться этим новому поколению хочу передать и помочь новому поколению как-то расти поэтому сейчас я думаю об этом ты жалеешь о чем-нибудь в жизни я думаю нет такого человека который бы не жалел ни о чем своей жизни но таких аспектов реально очень мало я жалею что я не продолжу свою учебу к примеру до три основных да я жалею что я не женился рано потому что сейчас бы считал сыном рэп да я жалею о том что в детстве когда я был в пятом классе и пошел на вольную борьбу я жалею что я тогда еще не начал заниматься жестко спортом до сегодняшнего дня если у тебя была бы возможность что-то изменить своей жизни чтобы ты изменил была возможность что-то изменить своей жизни чтобы я изменил жизни на данный момент на данный момент или же в молодости чтобы сейчас было бы совсем другая на на данный момент ничего не хочу изменять и не изменял бы все прекрасно в семье все хорошо все живы здоровы до работа своим ходом студия музыка деньги машина все все есть все хорошо все прекрасно о чем еще мечтать может мечтать обычный парнишка с улиц в молодости чтобы я поменял чтобы я поменял молодость все было пока все было по кайфу я ни о чем не жалею моя жизнь прошла вообще так что реально можно снять какой-то фильм я не знаю я видел все практически да и изнутри и снаружи и поэтому все по кайфу в моей жизни было то же самое что когда я полетел в америку я например сказал да если бы я сюда прилетел 6 лет назад я порвал свой паспорт на фиг и остался бы здесь на сейчас уже не то время чтобы за это начинать жизнь сначала поэтому blitz то есть я называю этот детектором почему потому что я задаю короткие вопросы в сравнении ты отвечаешь не обязательно коротко но быстро и первый вопрос микрофон или директорский стол микрофон даже могу сказать почему если если заметил я соединил офисе студию я сделал два в одном чтобы все было рядом дорогая студия или теплый очаг теплый очаг национальная тибетейка или бейсболка бейсболк то что он не больше идет наверно и последний блиц вопрос это роскошная жизнь в европе или же солнечный таджикистан солнечный таджикистан потому что был у меня выбор роскошная жизнь европе либо в америка либо солнечный таджикистан я выбрал свою страну есть кумир к которому ты сразу себя мотивирует тебя в каком именно плане в жизненном любом сейчас полностью идет речь о твоей творчестве мой кумир как творчестве так и в жизни так во всем это моя мать то есть благодаря ей все это благодаря тому как она нас воспитала благодаря тому какой она какую она мотивацию мне по жизни дала я думаю что всего этого я добился только благодаря ее воспитанию ее вере в меня когда никто в меня не верил она была единственная кто верил меня даже в мою музыку которая не понимала она говорила раз ты хочешь это делать просто возьми за это двумя руками иди до конца у тебя все получится друзья это было мастер и смайл но мне больше нравится и смоил он же м1 я йодгор всем пока подписывайтесь на канал йоги iron king forever будьте здоровы